Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно, номер 1186, События дня, книга пророка Оси 2.2. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее, пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяния от грудей своих, да бы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустыню, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждаю, и детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодейство ломать их и остромило себя зачавшая их, ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки, зато вот я загоражу путь ее тернами, и обнесу ее оградой, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. О ком говорит? Каждый, да подумай сам, что это за жена такая, с которой надо судиться? А не закрывать глаза на то, что она делает. Объявление. Просчитайте, затормозите здесь, легко посчитать. Вот как и отпевали. Вот пишет кто-то. Кто, я не знаю. Эд, что такое это означает. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Посмотрел ваш ролик про голубя, которого не кормят родители. Мне жалко стало. Сейчас-то в неволе таких птиц кормят так. Делают из бумаги и не только форму головы птицы и кормят. Голубь думает, что это его родитель. У одного заводчика был такой голубь, которого не кормили родители. Заводчик сам вырастил его. Бывают часто чемпионаты по спортивным голубям. Отпускают их, они сами возвращаются домой, пролетев тысячи километров. Так вот, голубь этого владельца, которого не кормили родители, стал чемпионом и принес своему хозяину много денег. Надеюсь, голубь окрепнет. Не знаю, ну совсем плохой. И как голубь? Ну, сделал я голубь, а дальше как? Он не глядит, а прокидывается, падает. Что-то у него есть. Христос среди нас есть и будет. Дорогой Игнатий Тихонович, заблагословит предстоящую интервью, как ваш венец и как момент истинной сегодняшней ситуации, а также как святую помощь святейшему патриарху Кириллу в установлении истинных причин этой ситуации. Услышай, вразуми, подай Господи. Умудри, вразуми, Господи, вас обоих. Это речь идет о шахматовом Алексея, назначается встреча. Ну, там все это устроило. Это пишет Вячеслав Семенов. Не попусти, Господи, ничего, что не по твоей святой воле. Думай и верю, что Господь поможет вам. Слава Богу за все. Спаси и благослови вас обоих, Господь Савауф. Обнимаю вас. Ваш брат во Христе Александр в Угор-Услан Оренбургской области. А, на это вон пишет кто. Александр. Семнадцатого воскресенья вчера. Валентина пишет. Виталий, это у вас там такой карнавал идет. У нас тоже такое бывает. Только у вас красиво наряжается. А у нас же, наряду с национальными костюмами, рядятся в чертей да ведьм. Отвратительное зрелище. Я давно уже не хожу на эти мероприятия. Причем карнавалы идут где-то перед началом поста. Виталий, Валенсия. Красивые национальные наряды. У католиков, к сожалению, нет поста практически. Дмитрий. Очень странно слышать от православного священнослужителя слова, воспевающие русскую классическую литературу, которая развратила и продолжает развращать умы детишек, подменяя и отравляя их психику. Это с Евгением Онегина детям нужно брать пример? Или может с Печориной и Наташей Ростовой? Жаль. Слово Божие, огромнейшее наследство святых отцов, до сих пор так и не пользуется авторитетом. А все это подменяется блевотиной под названием русская классическая литература. Сам когда-то упивался и восхищался этой чушью, так как учился в гуманитарном лицее. Причем еще ведь заставляли учить наизусть целые тексты этой отравы. Русская литература, за исключением нескольких авторов, и то с натяжкой. Огромными шагами уводя детишек от Бога, подменяя истинные ценности. Как Б.Э. В православной стране вместо портретов пророков, апостолов, Христа и святых отцов, всюду продолжает расставлять идолов рубежа 17-20 веков. Б.Э. То ли большая энциклопедия, то... А любые разговоры об истинном Боге среднестатистическая ущилка по литературе просто высмеют. Наталья пишет. Вот это. Третий том открытым оком. 409 по 450 страница. Воспитание детей советую посчитать. 99 страница по 113. О семье и в оглавлении есть много еще полезного и о ереси, и о крещении и так далее. Андрей. Фильм о последних днях жизни в воспоминаниях апостола Павла и его соратника-евангелиста Луки. Видимо, протестантский фильм, но поставлен по Писанию. Дмитрий. Тема с детьми крайне важная. Может, Игнатий Тихонович как-нибудь уделит для этого время в эфире? Интересно было бы в формате вопрос-ответ. Ну, устраивайте, пожалуйста. Дмитрий. По-моему, про русскую литературу ваше суждение слишком категоричное. Например, можно поучиться на ошибках Наташи Ростовой. А ведь она раскаялась в своих неблаговидных поступках. А блудить-то научится и без Наташи Ростовой, и без русской литературы. Сергея Мирова. Никита Устинов не желает вставать на совместную молитву и присутствовать на наших занятиях. Я в 6.25 разбудил его и снял на камеру его сонного. И предупредил, что если не будет вставать на утреннюю молитву, выставлю в интернет, чтобы все увидели какой-то лжебока. Сегодня опять не встал. Вчера в соседней комнате сидел, даже не пришел слушать. Что делать? Это Сергей Пупков, у которого на квартире живет Никита Устинов из Потеряевки. Отвечаю, быть осторожнее, пусть спит. Не трожь его больше. Сергей, ролик не выставлять. Я пишу, мне его отдай ролик. Ну, отдали я его в архив. Пишу, брат Сергея, обязательно передай сегодня же, сразу же, сейчас же, Никите Устинову мои слова. Так и скажи, что дядя Игнатий просит Сергея Пупкова никогда больше не будить Никиту Устинова, чтобы не раздражать его. Напиши это ручкой на бумаге, ты отдай ему на память. Будить будешь только тогда, когда он сам об этом попросит. Ну, это понятно. Молитва тут утренняя. Сегодня я нашел, что... Насчитана Григория Нарикотси, книга скорбных песнопений. Я ее когда-то насчитывал, она у меня есть. Ну, конечно, я не артист. И тем более на записи, на ленту было. И хранили где долго, там прочее. Но она все-таки есть. Ну, вот эти события. Воскресный день. Какие события? Как всегда встали. Запер кошек. Прогуляться дал голубям. Покормил. Ну, а восемь. Богослужения. Батюшки нет. Он через две недели бывает. Через воскресенье. Я детей начал там снимать занятия. Идут уже выставили. Володя там, когда в это время говорят про оповеди златоустые. Богослужение кончилось. Подготовка к трапезе. Я иду домой, тут дома пообедать. А ты там. С собой приносят. Все в них есть. Пообедали они там. И занятия прошли. Занятия прошли. Володя пошел по делам своим. А я тут остался. Беседы. Почат рулетки. Тут такое все есть. А вечером уже с шести начались занятия. Сергей Павлович ведет пособие по изучению Евангелия от Марка. Ну, а знаешь, там и времени нету. В шесть в начале. Там в восемь только кончили. Ну, и, короче, времени нету. Даже не ужинал. Не хотел. Вот все. Ну, наши ресурсы показать, если кто не знает. Вот, которые я очень люблю. Да. Мой мир Андрей Карташов. Тут что-то о переводе. Не знаю, о чем говорит. Потом я с нашим, вот, форум. И YouTube. Наш канал. Видеоканал. Вот, записывается. Сейчас три ролика загрузил. Еще два. Загрузит. Большие очень ролики. И поэтому долго будет. Еще от рулетки, там, где беседую я с мусульманами, другое, просто пишут отзывы положительные. До времени это тратите, все равно. Беседуйте с кем-то. Можем записать на пользу душам. Вот так вот, это, можно сказать, почти все. Все.